Многие думают, если у девушки нет настроения, то у неё проблемы. Но на самом деле, если у девушки нет настроения, то проблемы у вас. Всем большой привет, с вами Никита, и сегодня мы будем обсуждать тему, на которую, в принципе, говорили уже очень многие блогеры, в том числе и я делала видео на эту тему. Я куда-нибудь сюда или сюда прикреплю ссылку на эти видосы, может быть, кому-нибудь будет интересно посмотреть. Но, тем не менее, я говорила немного о других проявлениях, не конкретно о тех, над которыми мы сегодня будем плакать, ну и насмехаться, естественно. В последнее время, из-за того, что у меня в друзьях есть, пусть и немного, но прямо такие канонические тёлочки, моя новостная лента периодически пестрит абсурдами своей дурацкости, бешеными, совершенно зажравшимся смыслом постики, типа наполненные философией о женской мудрости и невероятной проницательности с прикрепленными картинками, на которых изображены такие лакшери тёлки. Ну, послушайте. Иногда этим вопросом задается каждая женщина. «Зачем мне мужчина, если все свои проблемы я решаю сама?» Только теперь представьте, что это говорит такая девушка вот с такими вот губёжками, которая даже не знает, как зарабатывать деньги на вот этот вот ботокс, который у неё есть в губках. Не знает. Вот такая вот моя бомбёжка всегда сопровождается просто взрывом смеха, особенно, когда я начинаю представлять какую-нибудь тёлочку, которая вдруг поняла, что свою жизнь она прожила правильно, и все её поступки, они мудры. Потому что главное в жизни — это её комфорт и благосостояние. Короче, в чём же я вижу основную проблему? В жутком несоответствии требований баб к окружающему миру с тем, что они дают, ну, то есть дают-то они много, приносят нашему обществу. В наше время почему-то расплодилось какое-то огромное количество феминисток, бунтующих за права женщин, за её свободу, и за то, что женщина — это полноценная такая вот личность. Ну, это же очевидно. По секрету вам скажу, дорогие феминистки, что мы живём не в Средневековье. Вообще непонятно, зачем выступать о независимости женщин в наше время. Это то же самое, что если бы геи бунтовали на гей-парадах где-нибудь в Америке, где даже браки между гомосексуалистами разрешены о том, что им не дают проводить гей-парады. По-моему, слишком сложно. Но тем не менее, обессмысленные обвинения в сторону мужчин, мол, они не дают женщине свободы, образование и всех благ демократии, голословные и на сегодняшний день не имеют под собой никаких оснований. И причём уже очень давно. Прав у женщин и так предостаточно. Ну, не считая, конечно, арабских стран. И, поверьте, никто уже очень-очень давно не ущемляет никого. Но парадокс в том, что большинство женщин не являются полноценными личностями как таковыми. То есть, они не являются самодостаточными людьми. Они, скорее, больше похожи на какие-то придатки к мужчине. Права-то они, конечно, свои знают, но при этом они ничего не умеют, кроме как кидать предъявы своему мужчине и раздвигать ноги. Мало что знают, кроме как о совместимости по знаку зодиака со своим мужчиной. Мало в чём разбирается, кроме как в литературе о психологии взаимоотношений с мужчиной. Ну и, конечно же, ничего не хотят делать, кроме прокачивания своего внешнего вида. Но это всё не важно, потому что главное... Да, со мной сложно, но ты справишься, потому что главное — это мой мужчина, он только мой. Он решает мои проблемы, беспокоится обо мне, уважает меня и моих родителей. Он безгранично меня любит. Мой мужчина — это моё личное счастье. Ну и потому что для того, чтобы найти счастье с мужчиной, нужно просто сильно его понимать и немножечко любить. А вот для того, чтобы найти счастье с женщиной, нужно сильно её любить и даже не пытаться понять. И вот эта вот невероятно бабская псевдофилософия распространяется по всему миру как вирус, заползая даже в мою новостную ленту и проникая потихоньку в мой мозг. Потому что каждый может девушку раздеть, но не каждый одеть. Шучу. Естественно, всем нравится, когда девушка выглядит хорошо, элегантно, ухоженно, женственно. В этом даже я вижу красоту, не говоря уже о мужчинах. Но не нужно быть дурой. В этом нет ничего крутого. Если вся твоя ценность заключается в твоих внешних данных, то какого хрена ты решила, что тебе кто-то что-то должен? Твоя ценность очень быстро девальнируется временем. Но я еще раз повторю. Чем больше ты вкладываешь в свое саморазвитие, а не в свой маникюр, тем интереснее ты становишься как человек и как личность. А это бесценно. Говорит телка, у которой накрашен только один ноготь. Всем пока, чао! Субтитры подогнал «Симон»!